Компания Dacia представила новую генерацию седана Logan. Как и предполагалось, бюджетник отрекся от архаичной платформы B0 и перебрался на новую, более современную SMF-B. Размер колесной базы вырос с 2634 мм до 2649 мм, в длину седан прибавил 50 мм, до 4396 мм. Новый Dacia Logan стал заметно шире, этот параметр увеличился с 1733 до 1848 мм, значение без учета зеркал заднего вида. Из линейки двигателей был удален турбодизель объемом 1,5 литра. Dacia Logan можно будет купить с трехцилиндровыми двигателями мощностью 65 сил в паре с 5-ступенчатой МКП и мощностью 90 сил, которому положены вариаторы и механическая «шестиступка» на выбор. Самый мощный вариант выдает 100 сил, с завода умеет работать на газе, резервуар установлен на месте, запаски, и будет предлагаться только с шестискоростной «механикой». Для всех силовых агрегатов доступна система «Старт-стоп». Переход на новую платформу позволил увеличить жесткость кузова, значительно перекроить дизайн Dacia Logan и внедрить светодиодную оптику, фонари, а также расширить список опций за счет систем электронного торможения, предупреждения об объектах в слепой «зоне», помощи при парковке, мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В более простых комплектациях к экрану головного устройства пристегивается держатель для смартфона. И да, для нового Logan доступны откидывающиеся столики на спинках передних сидений, опция практически из люкс-сегмента. Продажи нового Dacia Logan начнутся в Европе в течение ближайших месяцев, цена пока не объявлена. В перспективе Logan на платформе SMFB может начать выпускаться на автовазе, ранее на территории научно-технического центра завода были замечены прототипы Риналд Клиа, который также создан на этой архитектуре. И в этом случае Logan выйдет из тени и будет на равных соперничать с Lada Vesta и другими моделями сегмента.